Я имею определенное откровение сегодня говорить с вами о важную тему. Поэтому меня Господь коснулся очень на четверговом богослужении через драгоценного брата Алексея. Он меня немножко заставил покраснеть там, но Миша сегодня тоже смущает меня, братья. Говорят обо мне очень хорошо, но слава Богу. Поэтому очень рекомендую, приходите на четверговые служения. Очень классно задал тон Алексей. Я верю, что в этот четверг также Сергей будет нам служить. Господь будет использовать его слово и касаться наших жизней и наших сердец. И я хочу сегодня говорить с вами о слове. Давайте мы вместе с вами откроем Евангелие от Иоанна, первую главу. И начнем с начала. Вот прям как там написано про начало, так и будем начинать с начала. И прочитаем с первого стиха. В начале было слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Известное очень место. На эту тему очень много размышлений, очень много трактовок. Многие говорят о том, что слово – это сам Бог, Иисус, от которого произошло все. Многие разбирают это, размышляя о том, что же это такое. И я тоже решил начать с этого места. Но я не хочу говорить сегодня об этом слове, как о слове написанном. Как раз в четверг Алексей говорил о том, зачем и как нам нужно читать Библию, и нужно ли это делать вообще. Да, это слово Божие, это послание к нам, от Господа, в физическом виде, написанное, напечатанное, которое мы можем использовать и применять для своей жизни. Мы его читаем, я верю, что мы читаем. Мы над ним размышляем, разбираем и воспринимаем как слово Божье, слово послание от Господа. Но я не буду об этом сегодня говорить. Я не буду говорить о слове, которое проповедуется. Вот Михаил рассказывал о том, что миссионеры, служители в разных церквях каждое воскресенье проповедуют Евангелие. Ольга сказала о том, что есть служение альфа-курсов, на которых рассказывается и проповедуется о благой вести о том, что Иисус Христос умер за всех людей на земле. И это благая весть для каждого человека. Я об этом тоже не буду говорить. Потому что это слово, которое Господь вкладывает в сердца служителей, оно является посланием, скажем так, не таким физическим, а таким физическим. То есть я верю, что Господь открыл мне тему сегодня. Я верю, что Он открывает тему пастору каждое воскресенье служителям. И мы говорим не от себя, но мы говорим Божье послание. Но я хочу поговорить не об этих словах, не о словах благовестия в прямом этом значении. Я хочу поговорить о тех словах, которыми мы общаемся с вами. О том слове, которое мы произносим и используем каждый день. На нашей кухне, когда вечером собираемся с семьей и общаемся. Может быть, на нашей работе, когда мы общаемся с коллегами, с подчиненными, с начальниками. О тех словах, которые мы произносим, когда забираем детей из школы и спрашиваем, ну как ты там? Интересуемся, общаемся их жизнями. И мы этими словами пользуемся каждый день. Я ведь не один такой, правда? Да, слава Богу. Господь дал нам этот чудесный инструмент. Я верю, что это Божий дар для нас умение разговаривать, произносить слова, которые несут определенный смысл. У животных в этом мире нет такого дара. Они не разговаривают, они там мяукают, гавкают, как-то инстинктами понимают друг друга. Но мы многообразно можем общаться друг с другом. И делаем это каждый день. И не один раз в день, я бы так сказал. Но сейчас вы можете подумать о том, что я буду говорить о каких-то правильных словах или неправильных словах. О сквернословии или о каких-то таких словечках, которые лучше не использовать. Если вы об этом подумали, покайтесь и выдохните. Я тоже не буду об этом говорить. Не нужно употреблять бранные слова, но сегодня не об этом. Я хочу поговорить о силе нашего повседневного слова. О том, что же оно несет в себе. И для этого хочу вместе с вами прочитать одну историю из Евангелия. Для того, чтобы более подробно разобрать ее и углубиться. Это Евангелие от Луки, 7 глава, 2 стих. Луки, 7 глава, 2 стих. И здесь история о том, как Иисус учил. И произошло одно событие, 2 стих. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его, убедительно говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам сигнагогу». Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей, сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому, приди и приходит. И слуге моему, сделай то и делает». «Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу, выздоровевшим». История рассказывает о чуде, которое совершил наш Господь Иисус. И если вы читаете Евангелие, для вас это событие, не кажется из ряда вон выходящим. Он ходил, он исцелял, он воскрешал людей. Но знаете, действия Иисуса Христа, они произошли на расстоянии. Он даже не дошел до того человека, который был болен. Но поражает не столько то чудо, ну мы как бы, навряд ли кто-то сомневается в силе Божьего Слова, Божьей власти. Но меня в этой истории вдохновило и поразило то, что Иисус удивился тому, что Ему сказал сотник. А что Он Ему сказал? Он Ему сказал элементарные вещи. Он сказал, я подвластный человек. Ну, то есть Он тем самым показал, что надо мной тоже есть начальство, я тоже выполняю чьи-то поручения. И у меня есть в подчинении войны. Если я им говорю, иди, они идут. Если у меня слуга, я ему даю какое-то дело, я уверен, что завтра приду и дело будет сделано. В принципе, ничего такого особенного Он Ему не сказал. Но Иисуса Христа поразила стопроцентная уверенность этого сотника. Ведь Он был уверен в том, что если Он скажет своему воину, приди, то тот придет. Ну, скажите, ну, в армии, а как по-другому? Ну, вроде как бы приказы не обсуждаются, приказы выполняются, кто был в армии, знает. И знаете, но если мы с вами вместе представим такую ситуацию, что вам, ну вот, я муж, глава семьи, по Писанию. И по Писанию жена должна быть послушна мужу, правда ведь? Ну, то есть я имею какую-то власть. Я люблю свою супругу, очень нежно к ней отношусь. Я не тиран, не деспот. Ну, то есть у нас нормальные отношения. Но знаете, представьте себе, в середине дня я ни с того ни с сего звоню ей и говорю, выйди на улицу и кладу трубку. Вот, как вы думаете, я на сто процентов уверен, что она выйдет? Я начал задумываться о себе. Вы представьте себя в этой ситуации. У вас наверняка, ну, у кого-то есть дети, которые вам подвластны, у кого-то, может быть, младшие братья, может быть, есть, не знаю, какие-то подчиненные на работе. Можете ли вы про себя сказать стопроцентно уверенность, что люди слушаются вашего слова? И этот сотник, он был настолько уверен в этом, что даже сказал Иисусу, все, ты можешь даже не приходить ко мне. Слово одно лишь скажи. Я уверен в твоем слове, точно так же, как в своем. Иисуса поразила эта уверенность. И он не пошел. И он даже словом, ну, там не написано, что он какое-то слово сказал. Просто слуга выздоровел. Представляете, Господь сравнивает. И он говорит в 9 стихе, что и в Израиле не нашел я такой веры. То есть, он восхитился верой этого сотника только из-за того, что тот был уверен в том, что его слуги его слушаются. И мне тоже хочется. Мне тоже хочется, чтобы Иисус, Иисусу понравилась моя вера. Он презрел на нее. И что мне для этого нужно сделать? Быть уверенным, что мое слово имеет такую же силу, как у этого сотника. Как этого добиться? Как сотник этого добился? Что он такого сделал, что его так беспрекословно слушались люди? Здесь в начале описывается, когда он послал иудейских старейшин просить. Они Иисусу рассказывают о нем. Они говорят о том, что он достоин того, чтобы ты, Иисус, для него это сделал. Потому что он любит народ наш и построил нам синагогу. Мы можем предположить, что это был добрый начальник. Он любил тех людей, которые были вокруг него. И в том числе тех людей, которые были в его подчинении. Там написано, что заболел слуга, которым он дорожил. То есть он был не просто расходным материалом в его жизни, которым он пользовался. Он дорожил этим человеком, несмотря на то, что тот был слугой. И это, безусловно, важно наше отношение к другим людям. Но я также уверен в том, что те люди, которым отдавались приказы или поручения, они были уверены и убеждены в авторитете этого сотника. Этот человек его заработал. Он своими, своей жизнью, своими делами вел себя так, что у людей не складывалось сомнение в том, что он может сделать что-то плохое, злое или обмануть их. Его авторитет был на очень высоком уровне в глазах тех людей, к которым он обращался. И поэтому у него не случалось осечек, не случалось такого, чтобы он сказал войну, приди, а тот не пришел. У него всегда приходили. И поэтому эта уверенность у него была стопроцентной. Знаете, я увидел такой пример тех слов, которые мы используем в нашей жизни. И эти слова, они вроде бы кажутся, ну что, ну сказал я слово, ну попросил я кого-то, приди. Это всего лишь маленькое слово. Но если оно имеет за собой определенный вес, определенный авторитет, то оно имеет такую власть, которая производит действие, определенное действие в этом мире. И я хочу показать вам такой пример. И представим с вами, что слово это вот как вот эта маленькая спичка. Вы ее, наверное, даже многие не видите. Она маленькая, незначительная, но она производит огонь. Ну, как так себе огонь-то. Небольшой огонь. И он очень быстро потухает. От него нету тепла. Ну, точнее, оно совсем небольшое. От него нету света. Ну, тоже, так сказать, сомнительно. На этом невозможно приготовить пищу. Все, спичка сгорела. И наши слова, они как вот эти спички, они могут производить вот этот огонь, начинать его. Как написано Иоанна, в начале было слово. То есть огонь происходит, начинается с этой спички. Знаете, даже если у тебя будет очень много спичек, они все равно очень быстро сгорят. Но для того, чтобы нам получить тепло, нам получить свет, что мы используем? Дрова, правильно. У нас есть дрова. И любой человек, который когда-либо разводил костер, знает, ну, это не так легко. Но есть люди, которые, в принципе, профессионалы в этом. И они разводили костер не раз в своей жизни. И если спросить такого человека, вот я тебе дам вязанку дров и дам тебе спички, одну хотя бы, ты разожжешь? Я больше, чем уверен, что если человек много раз в своей жизни разводил костры, он скажет, вообще без проблем, вообще без проблем, с одной, давай с одной разожгу. И одной маленькой спички хватит для того, чтобы зажечь большой костер. Зажечь большой костер, который даст нам тепло, даст нам свет, даст нам возможность приготовить на нем себе еду. Он конкретно принесет нам пользу. Так и наши дела. Наши дела, они как эти дрова, они подкрепляют, их надо подбрасывать в тот огонь слов, которые мы производим. Спички без дров кратковременные и бессмысленные. Слова без дел не имеют той силы, которую Писание подразумевает и вкладывает в силу слова. Мы все, ну или многие знаем и слышали о том, что в Писании очень много мест, говорящих о силе слова. Мы знаем о том, что жизнь и смерть во власти языка. И мы можем своими словами приносить эту жизнь или приносить какую-то смерть. И эти слова, они кратковременные, но они могут иметь такую силу для того, чтобы распространять эту жизнь. Знаете, к чему я об этом говорю? Я говорю к тому, что очень хочется понравиться Богу своей верой. И для этого, в принципе, у нас все есть. У нас есть слова, у нас есть наши жизни, руки, ноги, для того, чтобы совершать дела. И так важно, чтобы наши слова были подкреплены нашими делами, были наполнены и давали силу нашим словам, подбрасывали эти дрова в костер нашей жизни. Этот пример мне пришел очень давно, мне очень нравится песня у нашего уже немолодого певца Андрея Макаревича, она так и называется костер. И там рассказывается история о том, что один человек, там сложно уловить сильно логическую смысл, но принцип понятен, что один человек сжег все за один час, забросал туда дров, и у него все сгорело, он полыхнул, классно, всем вокруг было весело, все погасло. А другой он подбрасывал дрова периодически, и тем самым он дожил до теплых дней. то есть его жизнь, она, ну, как бы была длинной. И, ну, вот этот вот пример, он мне пришел от этой песни, потому что, знаете, на самом деле те дела и те поступки нашей жизни, которые мы совершаем, они приносят вес нашим словам и придают авторитет нам, как говорящим. И когда ты имеешь этот вес, имеешь этот авторитет, то ты можешь иметь эту уверенность как у сотника и сказать, Господи, Господи, мы сегодня молились за нужды, мы молимся каждое воскресенье и просим, Господи, приди, но в этот момент мы можем сказать, Господи, можешь даже не приходить, слово только скажи, я уверен в Твоем слове. И это, ну, это действительно очень большая вера. Знаете, я очень надеюсь, что эта проблема, ну, многословия и, ну, скажем так, неподкрепление слов делами, она практически никого в этом зале не касается. Я знаю очень многих из вас и очень рад, и очень рад, что люди, ну, близкие мне, дорогие мне, держат свое слово. И если кто-то что-то пообещал и сказал, он выполняет и подкрепляет это. Есть даже такой мультик, я не знаю, советский тоже какой-то был, но я смотрел последний, современный, Маша и Медведь. Они тоже как бы притчу проиллюстрировали так. Миша дал Маше телефон и отправил ее гулять. Говорит, звони, если будет проблема. Ну, Маша гуляет, встретила бабочку, звонит, встретила зайчика, звонит. Миша прибегает, в чем проблема? В итоге она всех, кого встречала, по любому поводу звонила Мише. И потом, когда она встретила волка, звонит, а Миша уже все. А, что ты меня дергаешь по любому поводу? Знаете, это вроде как бы понятная притча, что нужно ну как бы пользоваться словами в нужное время и отвечать за них, чтобы они имели этот смысл. Но я хочу еще сказать о другой стороне. Знаете, как спички без дров бессмысленные, так и дрова без спичек не несут никакой пользы. и скажите, ну как? Дела мы же можем делать, ну зачем нам кричать о том, что мы делаем? Мы же можем просто трудиться и не рассказывать никому о том, что мы делаем. Ну, зачем? Но если мы посмотрим послание Якова, вторую главу, то мы можем прочитать одно из моих любимых мест про то, что вера без дел мертва. Ну или как мы сейчас понимаем, что слова без дел не имеют власти и мертвы сами по себе. Иакова, вторая глава, 14 стих. Что пользы братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, и идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Я хочу обратить внимание на последнюю фразу. Я покажу тебе веру из дел моих. Он не говорит о том, что я просто буду делать дела. Он говорит, что я своими делами покажу тебе свою веру. Господь призывает каждого из нас показывать свою веру. Не на сцене через проповедь, не где-то в миссионерской поездке, а через свои дела. и то, о чем Миша говорил, очень откликнулось в моем сердце, потому что, знаете, на воскресное богослужение мы приходим раз в неделю, днем, воскресенье, два часа, но всю неделю мы производим какие-то дела. Наша жизнь наполнена делами, мы кипим, но кто и здесь присутствует, существующих знает о делах своего ближнего. чем он занимается? Чем он занимается пять дней в неделю? Ну, скажу с гордостью, я очень многих знаю в церкви, но очень не о многих знаю, а их профессиональной деятельности. И, знаете, так важно делиться тем, что тебе дал Господь, тем даром, который ты используешь для своей жизни. И почему я сказал, что эта проблема более насущна, чем та, о которой я говорил в начале? Потому что, к сожалению, я думаю, что эта проблема не только меня, вас, но вообще нашей страны. Мы, делающие свое дело, очень часто становимся профессионалами в своем деле. Но мы очень боимся, скажем так, рассказать о том, что мы профессионалы. Сказать о том, что мы можем это сделать лучше других. И если люди неверующие, можно у них назвать это неуверенностью. Они как бы неуверены в том, что они профессионалы. То у верующих это часто называется скромность. Я скромный, что я буду всем рассказывать о том, что я умею делать. Но, знаете, я хочу просто вдохновить вас и призвать вас к тому, чтобы вы делились своим даром, своими навыками, своим опытом, своими возможностями. Потому что через это вы можете благословить и проявить свою веру, благословить своих ближних, подарить вот то тепло, тот свет и тот огонь, который может произвести. и если вы этим не делитесь, это все равно, что вы собираете полейницу и не зажигаете костра. Я хочу рассказать одну историю, которая произошла здесь, вот в этом зале в течение последних трех месяцев. Было лето, довольно жарко, душно. Кто из вас знает о той проблеме, о которой я сейчас скажу? Проблема связана с духотой в зале или с холодом под кондиционерами? Прямо поднимите руку. Кто выбирает место, где сесть, чтобы не продуло? Есть такие люди. А кто выбирает место под кондиционером, чтобы было посвежее? Ой, такие есть. И каждый нашел свое место. Слава Господу. Но знаете, эта проблема уже четыре года. Сколько мы живем в этом здании, она существует и она не новая. И мне периодически люди, рассказывают. Приходят и говорят, слушай, холодно, выключите консервы. Я говорю, другим душно, давайте мы пересядем. Пересесть это локальное решение проблемы. Мне многие, честно скажу, в течение последних трех месяцев говорили о том, что давайте что-нибудь сделаем с воздухом здесь в нашем зале. И это действительно есть такая нужда и хочется это исправить. И я думал очень глобально о том, что здесь не хватает мощности вытяжки, приточки, кислорода, кондиционера вообще ни при чем. И я крутил это у себя в голове и я понимал, что цифры очень большие для того, чтобы это решить. Но тут ко мне обратилось два брата. Причем оба молодцы. Я прям восхищаюсь ими, потому что они не просто сказали давай решим проблему. Они сказали мы знаем как решить эту проблему. Я такой ну-ка давай рассказывай. И они говорят есть такие экраны, которые нужно установить для того, чтобы поток воздуха направился вверх. Я думаю это гениально. И наверное недорого, ведь это все должно стоить. Они такие да, все классно. Знаете, меня поразил один из этих двух братьев еще больше, потому что он пошел еще дальше. он сказал я даже заказал два таких экрана на Алиэкспресс для того, чтобы попробовать. Я говорю какой ты молодец. Ты не просто четыре года ждал сидел и видел эту проблему. Ты принял решение, знал об этом решении, твой опыт, твои жизненные какие-то поступки позволили тебе найти это решение. И ты не побоялся сообщить о нем. И не просто сообщить, но ты простая простой вопрос, элементарный вопрос. Его ну я уверен очень многие в этом зале ну по крайней мере человек десять могли бы решить. Правда ведь? Но пришел один. Я сейчас не в осуждении никому. Я говорю о том, что вы можете решать проблемы, которые видите вокруг себя своими дарами. Если вы видите, что что-то делается плохо, и вы понимаете, что вы точно сделаете это лучше, сделайте. В чем проблема-то? Вам ведь никто не запретит. И получится результат действительно лучше. У вас есть опыт, у вас есть знание. Причем я не говорю о каком-то эфемерном опыте. На прошлое воскресенье было причастие. И сюда на сцену вышли служители в конце уже, когда всем раздали вино и хлеб. И среди служителей были служители службы порядка. В том числе человек, который сидит вот здесь спереди и следит за порядком перед сценой. И когда мы стояли на сцене, маленький мальчик, видимо, сорвавшись от родителей, почувствовав волю, рванул по залу и понял, что все стоят со стаканчиками и с хлебом, а у него нет. И тут он увидел, а на сцене есть. И он рванул сюда прямо к сцене. И я стою на сцене, пастор Виктор раздает нам причастие, и я понимаю, что вот он бежит по проходу, прямо издалека бежит, и его никто не останавливает, вообще никто. И я понимаю, что служителя службы порядка тоже в этот момент здесь нету. И он его тоже не остановит. И я думаю, знаете, я не знаю, он где-то тут оступился, передумал, развернулся, убежал сам. Я верю, что это Господь уже вмешался для того, чтобы не нарушать красоту хода служения. Но знаете, я больше чем уверен, что практически у всех людей, сидящих вот здесь по проходе, я сейчас не к вам конкретно говорю, есть дети, и они прекрасно могут взять ребенка вот так вот за руку и остановить. И этот навык, этот опыт и это умение вообще ничего не стоит. Но знаете, наша неуверенность или скромность или ощущение, что это должен сделать какой-то особенный человек, который имеет на это право, не позволяет нам это сделать. Но я хочу вас вдохновить и ободрить. Это не так. Вы можете это сделать. Вы можете решить эту проблему, если ваш опыт, ваш навык, ваши дела позволяют вам это сделать. Многие вещи решаются простым разговором. Многие проблемы решаются путем переговоров. Их невозможно решить просто тихонько в углу делая свое дело. Но их можно довести до логического финала, если просто сесть и объяснить, показать, как это должно работать. И сказать, а я это делал не раз, я умею это делать. Давай я тебя научу, давай я тебе помогу, давай я тебе покажу. Знаете, Михаил уже тоже обмолвился о том, что мы так хотим классное помещение, кафе в своем здании, для того, чтобы нам там собираться, проводить альфа-курс. И пастор Виктор делал объявление, и я так рад, на самом деле и благодарен каждому, кто подошел ко мне и оставил свой контакт. И сказал, да, давай, я готов помогать. Знаете, я просто хочу ободрить вас. Вы во многом, многие здесь гораздо большие профессионалы, чем я. я вообще не строитель. Вот Валера строитель, и он не стесняется об этом говорить. Он выходил на эту сцену и свидетельствовал о том, что ему хватило мудрости не надрываться. Знаете, он сказал об этом и послужил целой церкви. И мы теперь знаем, чем занимается Валера. И это классно. Но многие, мы как бы сидим и думаем, да нет, я ничем таким значительным ведь не занимаюсь. Но знаете, для Господа нет незначительных дел. Нет незначительных людей. И все мы здесь одарены его дарами. Каждый из нас в чем-то силен. Каждый из нас что-то может сделать лучше других. И я просто призываю вас не бояться это делать. Не бояться начинать это делать. Я просто хочу молиться об этом. Я хочу верить и вдохновлять вас о том, что знаете, это и есть живая жизнь церкви, когда мы своими дарами служим друг другу, своими делами помогаем друг другу и приносим мир, тепло, уют, гармонию в нашу церковь, в нашу жизнь. Знаете, это ведь не особая задача служителей или там службы порядка. Каждый из нас здесь, как дома. Мы должны все следить за порядком, за хозяйством, за тем, чтобы наше имущество не портилось. И это нормально. Мы когда собираемся на праздники в своих домах, каждый ведь участвует. У меня даже четырехлетний сын и то помогает накрывать на стол. Все участвуют в том, чтобы наш праздник, наше собрание было красивым, насыщенным, классным. Знаете, еще скажу про одну вещь. Михаил с командой молодежи, они сказали, мы так хотим начинать служение гостеприимства в нашей церкви. Это служение людям, которые пришли в первый раз. Мы периодически видим таких, мы думаем, ну, что я его не знаю, что к нему буду подходить, что я с ним начну разговаривать, о чем я буду с ним говорить. Ну, знаете, ну, в чем-то, скажем так, это хорошо, поэтому люди приходят в нашу церковь, здесь можно так немножко потеряться, где-то сесть на задний ряд. Есть маленькие церкви в нашем городе, там 50 человек, если пришел новый, все, ему не скрыться. Его все увидели, к нему все подошли, ему от всех задали вопросы. Но здесь, ну, как бы, человек пришел, послушал, что-то для себя вынес, но я считаю, что если он три месяца, четыре месяца ходит, и так к нему никто и не подошел, знаете, ну, ему от этого может стать, ну, как бы, горько, он может почувствовать себя здесь лишним, но ведь он не лишний. И каждый из нас призван к тому, чтобы начинать это общение, начинать это. И я хочу вместе с вами помолиться, помолиться за эти две вещи, помолиться за то, что наши слова, они всегда имели вес и были подкреплены нашими поступками и нашими делами. И также хочу молиться за то, чтобы мы не скрывали те таланты, те дела, которые мы умеем делать, не зарывали их в землю, пряча от своих родных, близких, друзей, братьев и сестер, но делились ими, делились ими и через это показывали свою веру, показывали ее окружающим. Давайте мы будем молиться. Дорогой небесный отец, так благодарны тебе за то, что ты объединяешь нас, что мы не одиноки на этой земле, и мы можем быть полезными друг к другу. Ты дал нам чудесные дары, ты дал нам возможность говорить, возможность изъясняться, общаться друг с другом, дал нам возможность делиться мыслями, которые ты вкладываешь в наше сердце. И, Господи, мы молимся, Боже, о том, чтобы те слова, которые мы произносим, произносим ежедневно, они могли бы иметь вес и силу, как у того сотника, который восхитил тебя своей верой. Мы молимся о том, чтобы, произнося какое-то слово, мы могли бы его поддержать своей жизнью, своими делами, своими поступками, своим опытом. Господь, даруй нам мудрости не разбрасывать пустых слов, ведь они ослабляют эту власть, они ее уничижают, они в глазах наших ближних унижают наш авторитет. Мы хотим быть людьми, отвечающими за свое слово. Мы хотим быть людьми, которые знают, о чем говорят и подтверждают это своей жизнью. Господь, я молюсь за то, чтобы нам когда необходимо делиться и говорить о том, что мы имеем, о том багаже знаний и опыта, которые есть в нашей жизни, чтобы он был не просто для того, чтобы быть, но он был полезен и приносил плоды для этого мира, для наших близких, для нашей семьи, для нашей церкви. Помоги нам, Боже, открывать уста и делиться тем умением и навыком, которым Ты наделил нас. И тем самым, Боже, проявлять свою веру. Тем самым, Боже, заявлять о своей вере великого Бога, который сопутствует и помогает нам. Боже, мы живем здесь, на этой земле. И проповедь каждого дня, каждого буднего дня, она заключается в этих простых делах, в этих простых поступках и в этих словах, которые имеют за собой вес этих дел, имеют за собой эту силу, которая способна производить действия и изменения в нашем мире, нашей жизни. Помоги нам не бояться этой ответственности сделать что-то лучше, ведь мы умеем, мы можем это сделать. Дай нам смелости и дерзновения делать хорошо то, что мы делаем, и тем самым прославлять Твое имя на этой земле. Господь всемогущий, благослови нас. Мы нуждаемся в этой мудрости, мы нуждаемся, Боже, в этом разумении. и также, Господь, мы нуждаемся в Твоей любви, чтобы наши дела, наши поступки, наши слова, они были не из-за корыстных целей по отношению к нашим близким, родным, друзьям, но из-за любви к ним, из-за того, что мы желаем преобразить окружающих нас мир, мы желаем улучшить, сделать прекрасней то место, в котором мы живем, то место, в котором мы находимся, то место, в котором мы трудимся, служим. Во имя Иисуса Христа, Господь Всемогущий, мы любим Тебя, за все Тебя благодарим и славим, поклоняемся Тебе, великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.